Предстоящие ноябрьские праздники россияне планируют провести как в России, так и за границей. Причем в этом году популярны белорусские города Минск, Гомель, Витебск, Могилев. Наиболее востребованные внутренние направления – Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Краснодар. Как рассказывают турагенты, самарцы тоже планируют поездки по российским городам. Появились туры на Кавказ с вылетами из Самары. Конечно, никто не отменял автобусные туры. Например, в ноябре был шикарный тур в Нижний Новгород, будут туры в Киров, в Вятку. Ну и, конечно, всегда пользовались популярностью, поскольку сейчас цены были снижены и по акциям были вылеты прям смешные по ценам. Это Санкт-Петербург из Самары напрямую и Калининград. Остаются также полеты в Сочи, в Красную Поляну. Пока туры на Красную Поляну можно приобрести от 14 тысяч рублей на человека. Однако скоро ценник вырастет, ведь россияне начнут бронировать поездки на горнолыжку. А вот зарубежный отдых уже удивляет своими ценами. Тем не менее, Турция, Арабские Эмираты и Египет с прямыми вылетами из Самары в топе самых популярных зарубежных направлений. Также из Самары напрямую можно улететь в Армению или в Азербайджан. Ряд направлений через Москву. Например, Шри-Ланка появилась, появилась Индия долгожданная, это Гуа. Понятно, что это можно из Самары стыковку сделать, но это будет понятно, что это будет из Москвы. И, конечно, экзотические направления, такие как Мальдивы, Маврики, Венесуэла из Москвы. Все ждали Таиланд, но, конечно, цена кусается. Порядка 100 тысяч, так рассчитывать на человека, 80-100 на человека из Москвы. Напомним, на днях в стране ликвидировали рост туризм. Его полномочия передали Министерству экономического развития. Сейчас пока никаких мы не видим для себя, как для турагентов, изменений. Но мы надеемся, что в ближайшее время будут какие-то подвижки, поскольку обещали и внутренний туризм увеличить, субсидии. Единственное переживание из-за чартерного программы, поскольку она всегда была субсидированная, цены всегда были лучше. Вот если ее не сократят, то будет развитие туризма дальше. Еще одно изменение Роспотребнадзора отменил сдачу ПЦР-теста на ковид для россиян, которые возвращаются из-за рубежа. Иностранцам и лицам без гражданства не нужно предоставлять отрицательные результаты теста, а достаточно заполнить анкету прибывающего на территорию России. Светлана Кутрявцева, Максим Гусев, События.